Всем привет! Меня зовут Арсений Вергизов и сегодня мы продолжаем осваивать FineReport, посмотрим как он устанавливается и вместе установим его. Итак, для того чтобы установить FineReport нам необходимо зайти на сайт FanRong и выбрать бесплатно-наториальную версию FineReport, после чего нас отправляет на форму ввода небольшая информация о нас. Укажем, что мы студенты, которые изучают прекрасный инструмент от FanRong, укажем свой имейл и полное имя. Далее введем еще немного атрибутов компании и введем свой номер телефона для того, чтобы получить OneTimePassword и активировать продукт. Итак, загрузка должна была начаться. Да, все так и есть. На экране у нас представлен наш activation код, который мы впоследствии введем и активируем продукт. Сейчас мы загрузим дистрибутив. Дистрибутив загружен, запускаем его через обычный мастер установки. В моем случае это Mac, но в случае с Windows это не будет сильно отличаться. В целом все те же конфигурации. Что касается Linux, я оставлю документ в описании, в соответствии с которым вы сможете установить при необходимости и на Linux FineReport. Итак, выбираем минимальный объем Java Virtual Machine Memory и запускается так называемый built-in сервер. Итак, мы вводим наш код активации и переходим к знакомству с интерфейсом. Итак, FineReport. Левой части мы можем наблюдать область работы с данными, датасетами и запросами нашей базе данных. Центральная часть отвечает за основную область разработки. Она немного Excel-like, как вы можете наблюдать. Можно добавить различные листы, различные листы по верстке дашборда. Также это все происходит в пределах одного рабочего листа, который вы можете наблюдать сверху. Можем создать несколько таких. Здесь находится панель с параметрами, куда непосредственно мы переносим все наши фильтры. Как видите, кнопка, дроп-даун-бокс, фильтр по дате и так далее. Выбор виджетов довольно широкий. И в правой части мы можем наблюдать окно конфигурации визуальных элементов, которые находятся в основной части разработки. Как видите, тут различные также настройки виджетов по условиям, условное форматирование. Все это настраивается здесь. В левой части мы видим каталог, различные каталоги. Это наша домашняя директория, где мы непосредственно и ведем разработку. Давайте посмотрим на то, что уже предустановлено у нас. Идет по дефолту при установке FineReport. Как видите, здесь различные формы сбора данных. В дальнейшем мы посмотрим на них на сервере. Итак, сейчас посмотрим на превью одной из форм ввода данных, то есть как это будет выглядеть после того, как разработка окончена и конечный пользователь будет этим пользоваться. Предлагаю перейти непосредственно на Decision Making Platform и зарегистрировать SuperAdmin. Закроем наше превью. Итак, при первом входе вам необходимо задать пароль для суперадминистратора. Рекомендую сохранить его, так как он не так просто меняется в дальнейшем. Что касается built-in и external database. Это значит, что вы определяете базу данных, где FineReport будет регистрировать все действия, логи, всю информацию. Он может либо развернуть ее внутри себя, но если же вы планируете осуществлять деятельность, работу с большими данными, конечно же мы рекомендуем устанавливать внешнюю базу данных, то есть external database, и открываем непосредственно нашу платформу принятия решений. Как вы видели уже в прошлом видео, в целом она не сильно отличается как по содержимому, так и по возможностям. Единственное отличие, что демо-платформа, представленная в прошлом уроке, она является демо-платформой одновременно для двух продуктов, как FineReport, так и FineBI. Здесь мы можем как раз-таки посмотреть версию нашего FineReport, и вот ReportModule, версия 11. И, соответственно, если мы создаем связку с FineBI, то появится еще один раздел, это BIModule. И, собственно, та самая форма сбора данных, которая отображается на нашей платформе, куда пользователь заходит и непосредственно вводит данные, а также различные дашборды. Все это присутствует также здесь. Спасибо большое за внимание.